Всем привет! Сегодня буду вам показывать свой стеллаж. Наконец-то есть что показать. Вот смотрите, вот это теперь моя самая любимая полочка, потому что здесь все очень хорошо зацвело очень аккуратными букетами. Может быть это после омоложения, может быть потому что я лампу немного сменила. Вот и давайте начнем с фиалки Кузнецова СК Волюшка. У нее такие махонькие цветулечки, но махровые. Очень красивый сиреневый цвет, он неоднородный, где-то светлее, где-то темнее. Здесь тоже сорт Кузнецова СК Новая жизнь. Я ее точно переукореняла, видите, розеточка маленькая, уже какой букетик. Очень я люблю такие фиалки с глазками. К сожалению, никак не восстановлю сорт Робс Люс Нюдл. А вот это вот неплохая замена. Дальше здесь Ле Горная Лаванда. Это такой миниатюрный трейлер. Я вам показывала, что мне не нравится, когда цветоносы лежат. Вот когда они только в полуроспуске, они стоят, все нормально смотрят вверх. Вот это детка от моей Ле Лунной Радуги. И материнское растение было с портом. И детка, соответственно. Нет, это пасынок. Но мне такая нравится больше, потому что по сорту это белые цветы с розовой каемочкой. Хорошая, миниатюрная, аккуратная розеточка. И это СК Тропиканка, наконец-то. Никак не раскрывает свои бутоны. Очень долго стоит. Вот здесь у меня, наконец-то, расщедрилась листовая химера. Робс Лаки Чарм. Или Шарм. Наконец-то, наконец-то у нее нормальный букет. Вот здесь еще подраспустится. И будет хороший букет. И можно будет уже сносить голову и пробовать размножать. Это Кузнецовский яблоневый сад. Тоже очень аккуратный. Я вам показывала на фото в сообществе. Замечательный в этот раз получилось. Много розового, мало белого в этот раз. Это мой любимый лунный заяц. Очень я люблю такое фэнтези. И горошком люблю. И такими штришками люблю. Люблю фэнтези в любом виде. Это ландыш серебристый. Цветет всегда красивым букетом. Вот смотрите, вот эти цветочки по бокам действительно имеют такую форму, не совсем раскрытую, как колокольчиков махровых. Тоже, смотрите, пестролистная розеточка. Это мой трейлер Pixi Blue. Сорт 1974 года. Это миниатюра. У него довольно длинные черешки. По сорту это особенность сорта. Мне очень нравятся эти фиолетовые мотыльки с такими яркими желтыми глазками. Я его обновила. Здесь сидит несколько голов. Вот это Робс Дэнди Лайон. Он жуткий туго-дум. Вот этот старый цветонос я не поняла. Какой-то он и зеленый, и в полуроспуске. А эти уже нормальные такие розово-желтые такие колокольчики. Очень такие толстые мясистые листья. Тоже пестролистник. Это маленький котенок Гав Лебецкой. Как обычно, кривая розетка на бок. Ну вот цветет всегда пышно, хорошо и замечательно, обильно. И здесь Кузнецовская Первая Любовь. Эта полка у меня прям какая-то с сортами Кузнецова СК. Колокольчики, к сожалению, у меня раскрываются. Видите, они такие в полуроспуске. Еще раз напомню, что у меня фито-лампа Юниель. И она кремового цвета. Не розовая в Ирви Глаз. Но все равно фиалка немного придает розовый оттенок. Поэтому они немного все, имеете в виду, более розовые, чем на самом деле. Это Робс Джун Бак Спорт. У меня, к сожалению, розовый, а не белый. Я тут ему ковыряла серединку, потому что он раздвоил голову. И вроде бы удачно. Вот один листик только почему-то двойной получился. Так вроде все хорошо. Пусть будет. Он миниатюрный, цветет всегда букетиком. Мне нравится. Следующей полочке Кузнецовская Афродита. Пышный зефирчик. Очень хорошо смотрится. Мне очень нравится. Это до сих пор цветет у меня трейлер Пипс Квик. Миниатюрный. Вот такой красивущий трейлер Ханни Сакл Роуз. Растет у меня в одну розетку. Посмотрите, какие крупные цветы. И он еще и пестролистный, как все любят. Такого цвета фуксии. Есть кое-где такие светленькие непрокрасы. И рубашка более светлая. Здесь зацветает SL My Perspective. Как-то она у меня изменилась. Сначала она цвела по сорту. А теперь она перестала быть похожа на себя. Не знаю, в чем дело. Вот такое иногда тоже случается. Здесь смешались все розовые фиалки. Это Торонто Белл. Со временем у нее цветы... Цветоносы начинают... Ложиться. К сожалению. И не видно всей красоты. Надо было, наверное, ставить розовые с фиолетовыми. Они все розовые вместе. Вот здесь она немного загораживает. Это Яшма Берниковой. Мне очень нравится она. Вообще, я сейчас оставила только те фиалки, которые мне очень нравятся. И это Кузнецовский Соблазн. СК Соблазн. Тоже у него длинноватый, конечно, цветоносый. Но расцветка уникальна. И форма цветка. И вот эти как будто опаленные темные края у цветочка. Мне очень нравится. И давайте покажу вам последнюю полку. Здесь уже, как вы видите, место заняли Пеларгонии. Вот там уже черенок стоит. Обновила я свой мини-трейлер Чанто Спринг. Вот такой он теперь махонький. Уже цветет. Это Ширлз Пипсквык. Очень крошечная розеточка. И крупные цветы из фэнтези. Лампа немножко засвечивает. Вот. Вот так. Импс. Фочун от Фэнси. Тоже. Микро-розеточка. И много колокольчиков. Здесь пасынок от Химеры. Пикси Ред Хэт. Это малый стандарт, скорее всего. Цветет по сорту. Пусть пока стоит. Здесь у меня тоже компактные стандарты. Это ли золото Нибелунгов. У меня цветы довольно мелкие. Но цветет постоянно. Не получаются у меня такие помпоны. Он как у меня, как полу-мини, наверное. И здесь у меня почти совсем белая. И как гвоздика в золоте. Постоянно гонит цветоносы. Но цветы не как у стандартной фиалки. Все-таки. Что-то она пока сил не набирает. Я ее не вижу как стандарт. Малый стандарт пока что у меня. Хотя ей уже довольно много. Здесь огромная шапка у АВ Сектор Приз. Такая плотная. Цветы крупные. Заплыла немножко. В середине каждого цветочка Должен быть, видите, такое белое пятно. У меня почему-то первый раз так заплыло. Это тоже полу-миниатюра. Не микро. Здесь у меня вовсю цветет Макс Пьюр Пойтри. Маленькая миниатюрная розетка. И много-много длинных-длинных цветоносов. Нет у меня такой расцветки, что был белый глазок. Поэтому она у меня живет в коллекции давно. Очень люблю. Перомию здесь укореняю. Здесь тоже сорт Кузнецова. Видите, как у меня много сортов. Я раньше их собирала, но оставила самые лучшие. Это из Капангея. И розетка красивая, и колокольчики красные. Такие красно-малиновые тоже хорошие. На этом буду заканчивать свое видео. Чтобы не затягивать, и слишком длинное не было. Встретимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok